Доброй ночи всем еще раз, микрофон на друг, студия игрокам ТВ при поддержке Team Empire. Ребята, а что если я скажу вам, что секреты топ-12 этого Интернешнл? Не топ-1, не топ-2, не топ-3, а вот топ-12. Что если так? Как тогда относиться к всему, что предрекали Team Secret? Invictus Gaming забирает себе Phantom Lancer уже. Они забирают себе Darksera и забирают себе SF. В прошлый матч Invictus Gaming показали, что с секретами знают, как разговаривать, и даже при всей крутости, личном скиле и огромном количестве побед от Team Secret, команда Invictus Gaming способна с ними сражаться, потому что Интернешнл, они уже однажды выигрывали, Чуань знает, как это делать, Чуань знает, как на таких топовых турнирах выступать. Да, и Пупье это знает, и S4 это прекрасно знает, ну и Чуань это тоже знает. А может он еще знает что-нибудь такое, что, в принципе, команду Secret в никуда отправят. Улу наут Team Secret. По хардкору пошли с Phantom Lancer разбираться. Ну и дергаются, конечно, все игроки команды Secret, от них так сильно ждали, на них такой серьезный груз возложили. Ну он ведь давит, уже надо понимать, он давит. Команда IG отправила в бан Queen of Pain, отправила Нагу Сайрен, Антимага и Андайнга. Ну и со стороны Team Secret в баню улетел Лишрак со старта, Герокоптер. Также отваливается Рубик и отваливается Шейкер. Ну и посмотрите, насколько убогая на самом деле современная мета касательно керри-героев. Луна это прям из ряда вон выходящий герой. Основная мета это Phantom Lancer, Герокоптер и Антимаг. И все, изобилие просто на остальных керри-героев. Сейчас Луна появляется, это прям типа вау. И... кто там? LGD если не ошибаюсь. Нет, Яхоумы, Яхоумы. Когда наказывали Сикретов, тоже взяли Спектруя и вау. Там прям совсем... Подождите, Яхоумов или кого-то там кто-то... Короче говоря, Спектра недавно залетала, забыл уже. Все перемешалось. Абсолютно. Инвиктус Гейминг забирают себе Даззла. ПЛ, Дарксир, Шадоу, Финт. Ну и имбовый пик. Да и здесь у Сикретов достаточно имбовый пик. Хотя вот Лина и Клокверк это не Дарксир и ПЛ. Оба могут переворачивать игру. Лина вряд ли это может делать. Клокверк тоже это не делает. А вот Дарксир это по сути... Такой герой, что как бы ты не фармил, ты можешь сам себя поубивать. Если будет какая-то степень контроля, IG по-хорошему взять бы какого-нибудь... Какую-нибудь Тенигму в лес. Мне это просто было бы прекрасно. Даззл с ПЛ отстоят на линии, мне так кажется. Хотя по этому пику и Котла, кстати, можно брать. Чтоб линию ПЛ вообще сделать супер-пупер комфортной. Почему бы и нет? Старую олдскульную вот эту пабовскую комбинацию. ПЛ у которого бесконечное количество маны, которые постоянно спамят ланцами. Тоже очень рабочая комбинация. Зевс от Team Secret. Пошли уже на... Полить страты. Игрейки команды Secret. Да пора уже, да. Пора. Ну IG я не знаю, я на самом деле за Котла здесь. В составе команды IG. Либо Котёл, либо Энигма. Не, ну а чё Энигма? Почему бы и нет? Мека будет... Хилла Даззла есть. Крест есть. Блэк Холл будет ПЛ развалить всех. Сыр. Естественно, со стяжкой и со стенкой. СФ туда ульта. Не знаю, Энигма, по-моему, более чем круп был бы здесь. Ох, конечно, Энигма не бегает. Баунти Хантер тоже сильно его не повырезает. Там под Мелифейсом он его расковыряет просто. Спирит Брейкер. Спирит Брейкер всё-таки от Invictus Gaming появляется в пике. Ну ладно, это их дело. Знали, что пикали фейт тоже не первый день в доте и... Вообще IG, мягко говоря, в порядке в этом матче, но как минимум в прошлом. Ох, незавидное положение у команды Сикрет. Если не зайдёт данный пик, то это будет супер печаль. Хотя, вроде так, имбовый герой. Зевс Мидлейн против СФ очень нелегко СФ будет стоять. Артезий на луне. Зайк Локверк к уроку. Баунти Хантер и Пупей будет играть на линии. Ну а со стороны команды IG, Спирит Брейкер... Вот, блин, я всё бы вообще, думаю, можно было бы перевернуть с ног на голову с Энигмой. Энигма, конечно, дохловатый сам по себе. Но, представьте, какая бы крутая комбинация была у команды IG. Под стяжку, под Блэк Холл. Пэл нарезает. Даззл всем, чем надо туда. Заливает тоже Шадоу Финт. Разультился, но... Пока... Иначе решили поступать игроки команды IG. Их личное дело. О, Артезий модный какой. Кура в Инвизе. Его здесь никто не ждёт. У Чуаня, хотя есть просветка у Чуаня. И вроде как попинговали, или мне показалось? 30 секунд для борьбы. Кура уже пошёл вардить вражеские леса, как я понимаю. Куру не увидели игроки команды IG. Чуаня Чарджер Даркинс прокачал. Может будут врываться IG со стата. Должны, наверное. Побежал уже Чуань. Привязается, правда, в коке Чуань. Упей сразу же туда стан. Зая закрывают. И Бёрнинг начинает напиливать по Заю. И Зая стопит. И Кси его выжигает. И Зай, по-моему, приехал. Кси бежит за ним. И никуда не деться. Зай догорает здесь. Дарксир его съедает. В это время ФБ делает ещё и Феррари. И здесь... Неужели не добежал Кси? Да как так, а? Почему? Ну, забрал бы второй раз. Второго героя. Точнее, не второй раз. Но в итоге сливают Баунти Хантера. Кура отъезжает в таверну. Странно, почему Зая отпустили. Вообще непонятно. Он там не должен был отхиливаться. И под тавром. Да где угодно. И впритык стоял. Ой, Бёрнинг два раза об коке. Ну, это просто супер затуп. Как так вообще могло быть? Ну, Бёрнингу, конечно, маны здесь будет не хватать. Зай через Коги идёт. IG уже повели по счёту. И по фарму, и по экспириенсу это и понятно. ФБ они сделали. Ну и Феррари. Поставил Сентривард. Зевс у нас с супер-пупер рарным имморталом. Ну, давайте по лайнам пробежимся. Ох, как сильно просел Кси. И это всё Кура, скорее всего. Просто так Кси не мог просесть. Так, нижняя линия. Где, кстати... Вообще кто? Ой, Зайн вцепляется здесь в Бёрнинг. И отталкивает его Когами. Не удалось закрыть. И недалеко был, в принципе, Фейт Бёрнинга выхиливал. Но чуть было не зацепили Бёрнинга. У Феррари 10 на 1. У Эсфо 8 на 0. Пока Феррари немножко поинтересней. Есть уже батла у Феррари, у Зевса. Не вижу батлы. Вот, всё. Прибежал. Это он набузил просто батл в курьере. Бёрнинг продолжает фармить. 9 на 5 у него. Кура приходит в спину Бёрнингу. Могут забрать его. Зай уже должен цеплять Бёрнинга. Кура на Фейта. Что ли двоих в Коге? Нет, Фейта забывают в Коге. Но позинтач есть на Зая. Но тут ничем Зая не забрать. Минус 1 от команды Сикрет. Удачный выход от Куроки на сложную линию. И Сикреты вроде как по балансу чуть получше стали. В это время Артизи 15 на 6 и 11 на 6 у Пээла. Зая уходит. Отдаёт линию Кура для... В принципе для Экспириенс, да и для фарма. Кура какие-то денежки поднимет себе. У него уже есть Бутсов Спейд, есть Орпов Вином. Он один раз умер и один Ассист получил. Ну и сейчас продолжает фармить. Зая уже ТПш цена. Топ лейн. Фейт не добежит. Бёрнинг здесь и склеится на самом деле. У Зая есть тапок, у Бёрнинга тапка нет, а Бёрнинг еле идёт вообще. Фейт без шалу Грэй Вану с Позен Тачем. Думали здесь в соло придётся драться. В это время Спирит Брейкер убивает С4. На мид лейне развалили С4. Бедный Зевс. 430 голды зарабатывают игроки команды IG. Чуань без скрипов, счёт 1-0-1. Кура один шаг не может сделать. Всё, сделал шаг Кура. По идее его здесь видят. Да, куроки здесь видят. У Чуани есть просветка. Кура увидели, но Чуань не побежал. Ну и забирает СФ руну регенерации. Как тут Зевс поживает? СФ 19 на 0. У Феррари 21 на 4. КСИ выфармливает Чужие Леса. Бывает же такое. С4. Верхнюю по КСИ. КСИ уходит. С4 идёт через верхнюю. Арк Лайтнинг в 1 и в 1 Статик Филд от него. 4,5 минуты сыграно. Секреты пока что в плюсе по фарму. Пупея. 450 голды. Тапок должен уже сейчас появиться. КСИ ловят. Задули. К вопросам, умеет ли Пупея играть на ком-то кроме Чена и Энигмы. Нали не умеет играть. И ещё, я думаю, на всех героях данной игры. 405 голды заработали у греки команды Секрет. Вагоня за Заем. Бёрнинг. Зая не прыгает. Да и вообще, подходить здесь опасно. Есть Патриас Аут. Есть Коги. По идее, Клок Бёрнинга здесь в Когах развалит. Но Кура тут просто террорист какой-то. Всё вардит, что только можно. Ну и Чумань тоже не случайно здесь. Вард, в принципе, примерно спалили. Какие команды Секрет. Феррари баунти руну на топе забирает. Айс Фо, по идее, дабл дэмэдж заберёт на боте, точнее. Феррари забирает руну. Айс Фо... Да никто ничего. Чумань тоже пойдёт ещё по контролю руну. И Феррари дэдэ заберёт на топ лейне. Да, скорее всего. Феррари забирает дэдэ. Значит, Вижена нету команды Секрет. Об этом Айджи прекрасно поняли. Ракета над Феррари пролетела. Заю... Заю просто на скиле здесь. Всё прекрасно понял. Палиться, не палиться, Феррари нет смысла. Понятно, что... О их присутствии здесь знает Зай. Но с другой стороны, с ДД можно пойти, например, с Пуши Тавр. Кура, Зай вдвоём. Тут вряд ли отдефают. Коги можно переждать, это не проблема. Ну и ждём, смотрим. Пятый левел Клокверк, четвёртый левел Баунти Хантер. Спирит Ланс в него полетел. Дальний Койл от ССФа. И уже неприятно. Ну и танкует Феррари. Выкидывает Фейд потихонечку. Пупей задувает по Феррари. Лайт Стрекеры по Бёрнингу. Пупей отсюда уходит. Пупей вообще без ХП и Феррари с дабл дэмэджем. Клокверк в итоге за Денайл Тавр. Как это получилось? Чуань бежит за Кура. Развернулся. Опа. Ладно, 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 ладно. Заданайли Тавр игроки команды Сикрет. 500 голды они в плюсе и по экспириенсу 1000 в их пользу. Так, ульта пошла к Локверка в Фантом Лансера. Очень быстро взорвало беднягу и... 3-2 ведет команда Сикрет. Зевс. С4 максит верхнюю. Собаки как неприятно здесь Чуаня стопят. Сами причем все. Чуань побежал. Куда только можно было бежать. Побежал. Поближе к своему тиммейту. Ну и тот Кентавр. Э-э-э. Куда пошел? 3-2 счет на данный момент. В плюсе Сикреты по золоту и по экспириенсу 1500 тоже в их пользу. Артизи свободно фармит. 59 на 19 у него. У Феррари 52. У С4 40. У Бернинга 30. 30 против 60. Я думаю не надо ничего объяснять. У него печаль абсолютная по фарму. Бернинг за 10 минут. Если 50 крипов нафармит будет хорошо, но... Вряд ли такое случится. У него 6 левел. У Клокверка тоже 6. Бернинг почти 7. В принципе... В соло против Клокверка мог бы и подраться. 7 левел у него. Ланс 4 левела. Иллюзии дальше за заем. Артизи под смоком на мид лейн, а там никого. Команда IG сами под смоком на нижний лайн. Как синхронно, да? Все получилось. Айджи в это время занимают лес командой секрет, а секреты занимают лес команда IG. Как будто по таймингу все случилось. Десятая минута, пора идти в чужие леса. Может такое и было? Бернинг. Ой, сейчас огребет Бернинг. Кура его видит. Убей! Стопит Бернинга. Бернинга разорвало. И Кроки забирает этот фраг. 10 минут сыграно. 4-2 в пользу команды секрет. Решили Рошана побить и кульки команды IG? Кто это будет делать? ДД есть УСФ. Где Рукса? Вижена у секретов нет. Или есть, есть, есть. Да, есть, есть Вижен, но... Как бы не Рош Пита, конечно, но здесь Витерс. Ракета полетела, сейчас всё-всё-всё узнали. Узнали, всё, но... У каждого никакого IG забирают. В итоге Року и Айгар остается Феррари. В это время Т1 по... Топлейну должен падать для команды секрет. Ну а сами IG перемещаются вниз. Викторс Гейминг решили спушить Тавр в ответ. Есть Фантом Лансер. Есть СФ. Есть, в конце концов, АЕК, которую стоит разменить. Неужели скромничать будут и уйдут отсюда? Вы чё, шутили, что ли? Странненько. На Куре бежит Чуань. Подстопил его. Ну и Кура, скорее всего, отъехал. Хотя Сирикен ТОС это, конечно, чума вообще какая-то. Баунти Хантер тут по половине хп снял каждому герою. Оба саппорта еле вывезли. Причём не саппорты, кстати. Какие там саппорты? Флейнер плюс достаточно плотный спирит брейкер. И так им больно от Сирикена случилось. 519 голды, 510 экспириенса для команды Invictus Gaming. Не видел ультов, кстати, от СФО ещё. Под рассказ как раз у СФА появляется Мекка. Вообще вот давайте шмотки посмотрим. Спирит брейкер с ПТ Орпу в Венном. Здесь ПТ Мекка. Боттл и Мэджик Вон. Дарк Сир. Форс Став себе собирает. Став из Адрии есть. Рингов Реген есть. Даззл. Ничего абсолютного фейта. И Фантом Лансер тоже ничего. Вот это гораздо печальнее, чем Даззл без ничего. ПЛ 51 крип, а по Нетворцу ПЛ 4 место. Впрочем, как и по крипам. Попадает Зай по Фейту. У Фейта есть Shallow Grave. Но он не успевает его произвать, потому что очень вовремя от Зевс. И Зайд ульт. Ну и поехали. 5-3 счёт. Цепляют у нас ещё и Феррари. В Феррари есть АЭКа. Поэтому он может размениваться по ХП. У него есть 17 зарядов Magic Wand. Декура отсюда убегает. Форстаф от Зевса. Под смоками Клокверк и все остальные. Если Бёрнинга просветить и увидеть, то Клок, конечно, может сделать очень интересные вещи. Побежал раз в зоне Чуаня. Разворот. Понял, где все находятся. За Артизин. И близко сюда не подходит команда IG. Потеряли своего саппорта. 6-3. Фейт в таверну. Ну и секреты более трёх по голде. И... 3 с копейками по экспириенсу выиграли. 14,5 минут. Луна фармит. У Артизи уже 6. 200. Всё хорошо. Глэевы промакшены. Лунард Блессинг в один пока ещё. Шадоу Финт. От Феррари. Уже есть МЕК. Уже есть ПТ. 830 на руках. Второе место. Артизи Доминатор сейчас будет появляться. В принципе всё, деньги на него есть. Время IG на нижний лайн. А здесь Т2 может падать от команды секреты. Да ладно, два крипа там стояло. Как это было возможно? Пять огромных мужиков. И на тебе. Здоровые лбы. Артизи в итоге теряет... Ой, Артизи. Трари теряет Эгу на ровном месте. Дарк Сир умирает. Феррари умирает. Но играйте в пассивную доту и играйте дальше. Секреты просто унижают теперь команду IG. У них есть варианты для агрессии. Сейчас можно просто идти, заходить на хайграунд и пытаться снести Т4... Т3 точнее. Я думаю именно этим секреты и должны заняться. Или развернуться. Да ну ладно, ребят. Ну Пупей бежит. Артизи бежит. Пупей там немножко пачку крипов ещё спушит и уйдёт. А может и не уйдёт, кстати. Чувань бежит за ним. Пупей должен знать всё. Ну Пупей просто уходит. Пошёл дальше фармить Артизи. У него 2780 на руках. Ну, наверное, бабочка первым артефактом для Артизи будет. Или монтостаил всё-таки. Хотя монтостаил, если бы требовался, уже бы Яша был у Артизи. Уже 3000 у Артизи. Переобретает себе доминатор и 1800 на руках. У него топный отворц на карте 8600. У СФО 6500. Здесь 6300 у Феррари. И Зай 5200. Медасу Зай. Других путей выхода в Аганим он не нашёл. Аганим. Что там ему надо? Блейдмейл. Наверно. Хотя по этой доте и непонятно. Может и не надо никаких Блейдмейлов. 10 тысяч в Секрет по золоту. По Экспериенсу 8. Прошлый матч тоже был такой вроде как. В сторону Тим Секрета. А как потом случилось. На этот раз конечно на лейтую Секрет и в порядке собрались. У них есть. Кому драться это в частности Луна. Есть Зевс. Тоже очень приличный дэмэдж дилер. Ну и не реагирует Айджи на то, что им пытаются спушить нижний лайк. А что ждать? Не очень понимаю. Почему не драться-то? То, что фармит непонятно. ПЛ 900 голды. Бернет не реагирует на Тауэр. Тауэр снесли. Теперь сюда пришел фармить Артизи. У него после Доминатора уже 300... 3 400 золота на руках. 3 500. Ну уже можно приобретать что-то по типу бабочки. Хотя бы игл сонки я не имею ввиду. Я копил. Там кто-то истриний. Здесь самоеaluе. А планеты. Иди-гри. Уни-гри. Кому-кому-кому-кому-кому-кому-кому-кому-кому-кому-кому-кому-кому-кому. Здесь лейтем беру. Бед hablando. Курей с Еулом уже есть у него поинт-бостер. Тысяча голды сверху для Пупея. Вот так вот Кура. Курьера Дайров убил и ушел отсюда. Ой, секреты уже. 13 тысяч по золоту, даже 14 по экспириенсу. Десятка для них. Бёрнинг в это время. 2000 золота у него на руках. Что надо? Диффьюжел Блейд, наверное. Что тут еще выдумаешь? Луны от Артити появляется с Энжиньяш. Баунти Хантер с Баклером. До хитрески немного осталось. Зевс ульт. Феррари не прыгает туда, хотя шанс было отхватить от Луны 100%. За счет Эклипса разорвала бы, даже глазом не повела бы. Диффьюжел Блейд на фарм. Диффьюжел Блейд на фарм. Не так уж и много. Но Бёрнинг туговато. По фарму идет в топ-6. Проигрывает Заюль. Проигрывает Пупею. Эсфу Артизи это само собой разумеется. Ловят Феррари. Лагуна Блейд в него. Феррари лоу хпшный. Скоро бежит за ним. Феррари стараются выкилить. Скоро убивают. Все дальше. Стяжка на стенку Артизи. Артизи Бустер со всеми справляется. Один в один размен. 1300 у Лины Пупеи. 700 голды всего лишь до Аганима. Дальше выключать будет еще резче СФ. Бёрнинг. Что там у него? У него до Диффьюжа Лбейт Копейки остались. Так у Бёрнинга 400 голды. По-моему осталось до Диффьюзов. Меньше Бэллу. Это пачкает. В принципе, Фьюжа Лбейт уже должна быть готова. В это время Секренты забирают Роху. Айга достается Артизи. Кто убивал, тот забрал себя Айгу. Все очень честно. Трипла игроков команды Айджи. Даже 4 игрока команды Айджи. Байт на Бёрнинга. Далековато Феррари. Феррари улетает. Видят Кси врыв в него от Зая Кси. Очень быстро развалили. Я думаю, Секренты с этой игрой, конечно, справятся. Хотя, варианты есть все-таки для компэта. Но у Секрента принесло, на которой просто так сливаться не будет. У него уже практически готов баттерфлян. Артизи уже на хайграуте. Сейчас первая цель это убить вышку. Как только убьется вышка, Глэйвы начнут летать вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И по всем героям. 16-й левел Артизи. Без БКБ. Ульта пошла от Зевса. Минус Фантом Лансер. Центральная линия тоже постепенно падает. Внешний товар отсутствует у команды Секрет. Ой, у команды Айджи, точнее. Секреты могут и задержаться. На нижний лайн. Что думать, в принципе. Артизи заходит на хэграя. Стенка пошла у нас от Дарксира. Артизи разультился. Феррари. Еще три удара. Феррари отъехал бы в таверну. Фейслов хэпшный. Артизи остается здесь. Это очень простая схема работы. Талисманов Эвэйзи. Приобретает курьер. Сейчас будет бабочка готова для Артизи. Мунь, блесни. Ну и первые три места по фарму. Команды Секрет. Просто стоит и бьет. А здесь Глэй вылетает по всей карте. Как же больно всем от Артизи. У него бабочки еще нет. Просто потому что не покупал. Ну и стоит, пытается разменять. Как я понимаю, Аэгу свою. Бернинг близко не может подойти. Все. Айджи не выдерживает. Гагай пишет. Айджи. 25 минут. 26 пускай минут. Понадобилось Секретом, чтобы сравнять счет в данной Best of 3 встречи. Что, друзья, небольшой перерыв. 56 минут и услышимся на решающем матче данного противостояния. Команда IG против коллектива Секрет. Команда IG против коллектива Секрет.